Эфир на БУК-ТВ продолжает информационный блог. В студии Виталия Матюшин. Здравствуйте! Главной темой сегодняшнего выпуска будут материалы наших корреспондентов о масштабных мероприятиях, подготовленных в городе Бресте ко дню всенародной памяти и скорби. 82 года прошло с начала войны, но и спустя десятилетия мы скорбим обо всех погибших и помним о них. Для памяти и скорби нет временных промежутков, и поэтому в течение многих лет 22 июня тысячи людей приходят склонить головы перед памятью воинов 40-х, погибших и вечно живущих в памяти народной, поклониться ныне живущим солдатам Победы, приходят в Брестскую крепость, защитники которой первыми приняли удар фашистских оккупантов. Символично, что в канун 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны в Брестском облсполкоме состоялась встреча государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александра Вольфовича с активом первого региона. В центр внимания военно-политическая обстановка вокруг страны, современные угрозы, готовность к вызовам. Уроки истории не учат ничему. По-прежнему в мире идет война, по-прежнему разрываются снаряды и гибнут тысячи людей. А потому на встрече особое внимание было уделено новой редакции концепции национальной безопасности. Подробности в сюжете Людмила Логодич. Ситуация вокруг нашей страны, военно-политическая обстановка, современные вызовы и угрозы, давление Запада и экономические санкции. Обо всем этом государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович в ходе встречи с активом Брестского региона говорил откровенно и обстоятельно. Беларусь находится в центре Европы. Конечно же, все сегодняшние, скажем так, вызовы и угрозы безопасности стран, которые исходят сегодня от коллективного Запада во главе Соединенных Штатов Америки, они касаются Республики Беларусь. Невозможно обойтись без этого. И прежде всего, наверное, нацелены, скорее всего, на Республику Беларусь, на союзное государство, на Российскую Федерацию. Мы находимся как бы между двух лагерей, между столкновением интересов Востока и Запада сегодня, к сожалению. С одной стороны, Российская Федерация, Китай, у которых нормальные здравомыслящие мысли. С другой стороны, это коллективный Запад, подогреваемый Соединенными Штатами Америки, которые пытаются столкнуть лбами вот эти две, два больших лагеря. Продолжается немотивированное наращивание военного потенциала блока НАТО в Восточной Европе. На эти цели в прошлом году было затрачено полтриллиона долларов, а число учений, проводимых в Польше и странах Балтии, за последние два года выросло втрое. Только на прошлой неделе мы зафиксировали более 60 самолетов в воздушном пространстве Польши и стран Прибалтики. Ну, по плану этого учения, сегодня участились полеты стратегической бомбардировочной авиации с континентальной части, которая тренируется и наносит удары по полигонам, да, на полигонах Польши и Литвы. Мы прекрасно понимаем, как военные люди, против кого эти удары планируются и на что они нацелены. Сегодня поднимает голову, скажем так, вопрос ядерной угрозы. И он исходит не от Белоруссии и Российской Федерации, он сегодня исходит. Еще в прошлом году Соединенными Штатами принято решение провести ревизию, скажем так, ядерных боеприпасов на территории Европы. Наряду с тактикой стратегического сдерживания реакции Беларуси на внешние угрозы стала разработка новой редакции концепции национальной безопасности. В документе не только четко прописаны современные угрозы, но и даны ответы на вопросы, как обеспечить безопасность всей страны и каждого ее гражданина. Сегодня почти в каждом коллективе надо обсуждать эту концепцию, потому что вот для меня, как для гражданского человека, она не пугающая. А я сегодня могу в каждом коллективе сказать, что вот эта концепция защищает каждого, каждого гражданина Республики Беларусь. В ходе встречи участникам предложили высказать свое мнение, задать вопросы и внести предложения. Вопрос был сконцентрирован как раз таки о внесении в концепцию национальной безопасности нормы, о, скажем, социальной ответственности бизнеса. В принципе, это как раз таки и сопряжено с темой государственно-частного партнерства. Поэтому мы считаем, что данная тема актуальна. И в таком важном документе, скажем так, который, в принципе, является вторым по значимости после Конституции, данную норму, в принципе, можно рассмотреть и обозначить. Уже сегодня проект документа доступен широкой общественности и опубликован на национальном правовом портале Республики Беларусь, где с ним может ознакомиться каждый желающий. История, которая живет в поколениях. В день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и гидоцида белорусского народа в Бресте встретили необычный железнодорожный состав. Его нет в регулярном сообщении. Он прибывает только раз в год, традиционно 21 июня. Пассажиры поезда памяти – 200 ребят из Беларуси, России, Армении и Кыргызстана. В Бресте их ожидала насыщенная программа. Наши корреспонденты проследовали с ними маршрутом памяти. Под звуки оркестра на Брестском вокзале встречают ребят-участников проекта «Поезд памяти». Этот состав невозможно не заметить. Он украшен яркими надписями и логотипами. Встретить гостей пришли представители власти двух стран – молодежи, участники военно-патриотических клубов и Белорусского республиканского союза молодежи – горожане. Все ребята, которым выпала честь стать участникам этого путешествия, попали на борт не случайно. Каждый из них трепетно и бережно хранит память о событиях и героях Великой Отечественной войны. Я считаю, что каждый гражданин республики Беларусь, он должен знать не только свою историю, но и посвящать свои силы трудиться на благо Родина. Когда выпала такая возможность посетить не только свою страну, но и соседнюю страну Россию, с которой наша история тесно переплетается, то я, конечно же, приложил все усилия для того, чтобы победить. И вот, как вы видите, я теперь здесь. Это память, это память поколений. Все должны чтить, уважать. Кто-то вспоминает своих родственников, просто кто-то приобщается к движению. Каждый хочет ввести какой-то вклад в историю. Кто-то потом будет обсуждать это со своими друзьями и тоже просвещать с ним. На обрезке земли ребят встречаются с особым радушием. Для них подготовлена насыщенная программа. Я уверен, что для ребят, прежде всего, это познавательно, исторически те события знать непосредственно и видеть на тех местах. Это первое. Второе – то, что ребята смогут приобрести и познакомиться с новыми друзьями. А третье – это, конечно же, куча впечатлений, куча эмоций, которые они смогут обязательно рассказать своим друзьям, своим родным и близким. А также передавать из поколения в поколение ту страшную историю, которую невозможно переписать. С приветственным словом к ребятам обратился член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Виктор Лискович и заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Ожидание одно – чтобы дети были здоровы, чтобы они сплотились, чтобы они дружили, чтобы они ценили мир, который получили, и защищали свою родину и берегли мир, чтобы передавали из поколения в поколение. Поэтому очень важно сегодня сделать такую программу, чтобы они потом оценивали то, что они увидят. Увидят, где шли оборонительные, наступательные бои, чем живет тот или другой белорусский, российский город, знали историю этого города, культуру этого города. С молодежью нельзя работать через какие-то дистанционные форматы. Вот с ребятами нужно быть вместе и нужно, что называется, ножками проходить те темы, те проблемы, те сюжеты, которые мы считаем важными. Считаем важными для себя, считаем важными для этих ребят. А что может быть важнее, чем историческая память? Мы придумали вот этот проект. Я очень рад тому, что в нем все меньше и меньше наших придумок. В нем все больше и больше инициативы самых ребят, которые помогают этот проект развивать. Вот то, что в этом году большее число участников – это инициатива соответствующих молодежных сред. Из этих стран они к нам пришли и сказали, а можно мы тоже? Да, конечно, можно. Все участники акции – ребята от 15 до 17 лет. В прошлом году это были только юноши и девушки из Белоруссии и России. В этом к проекту присоединилась молодежь Армении и Киргизии. Основная задача форума – чтобы ребята своими глазами увидели те места, где писалась трагическая история народа, узнали культурные особенности стран. Я не первый раз в Бресте. В прошлом году я держала вахту памяти Брестской крепости у Вечного огня. Впечатления просто нереальные. Встретили нас очень тепло. Мы сейчас слушаем оркестр и мы в огромном предвкушении. Мы прямо ждем уже всех мероприятий и всех экскурсий. Сейчас мы то поколение детей, которые должны сохранить память, сохранить историю нашей страны, историю других государств и пронести ее в будущее. Ощущения просто безумные. Нас очень радостно встречают. Я очень рада, что скоро познакомлюсь с ребятами из Республики Беларусь. Я вообще в впечатлении. Все очень круто, очень классно. Маршрут путешествия рассчитан на 18 дней. За это время ребята посетят 6 белорусских и 8 российских городов. Проект был инициирован в прошлом году главами Верхних Палат Парламентов России и Беларуси. Знаковым событием в маршруте ребят стала встреча с председателем Совета Республики Национального Собрания Натальей Качановой. Я действительно рада приветствовать вас здесь, в этом зале, в нашем замечательном городе Бельске, в нашей родной Беларуси. И мы действительно рады тому, что в прошлом году, тогда, когда был дан старт этому проекту, он состоялся. Он состоялся, потому что его полюбили наши ребята. Его настолько полюбили, что они подружили. Ребята Беларуси и России увидели города этих наших замечательных стран. Они подружились и сегодня эти добрые отношения продолжаются. Несомненно, мы уверены в том, что и очень хотим, чтобы вот эти добрые отношения сложились между вами. Также в президиуме участники акции и генеральный директор агентства Минскновости Андрей Кривошеев. Общение проходило в формате диалоговой площадки, когда ребята могли задать интересующие их вопросы, а также поделиться мнением и эмоциями от своего участия в проекте. Я очень рада, что попала на настолько масштабный патриотический культурный проект «Поиск памяти», который не только объединяет всех ребят с каждого субъекта Российской Федерации, но и представителей еще трех стран-участниц. Это действительно очень важно в формировании личности и молодежи наших стран. Я уверена, что за молодежью, которая чтит свое прошлое, знает о подвиге своих дедов и прадедов, настоящее и самое светлое будущее. Ведь без знания о прошлом нет будущего. Участников проекта поприветствовал и глава области Юрий Шулейко. Великая честь сегодня обречить и принимать столь важный такой молодежный, пионерский, можно сказать, патриотический ламер на колесах. Вы понимаете, почему вы сегодня отоплены самые лучшие, почему вы оказались первой точкой вашего управления для этого? Конечно, ответ на крепость – герой, местная крепость. Отсюда начнется ваше патриотическое путешествие, ваше патриотическое воспитание в большом и национальном составе. Вы узнаете нашу Белоруссию, вы узнаете отдельный регион Российской Федерации. Можно быть уверенным, что диалог состоялся. Мы считаем, что проект удался. Это не мы, это не наша оценка. Мы просто видим радостные глаза ребят. Я еще раз повторюсь, что желание участвовать в этом проекте, достаточно активно ребята выражают свое желание участвовать в этом проекте. Конечно, замечательно, и мы будем продолжать эту славную, добрую традицию. И я благодарна нашим российским коллегам, что мы вместе могли реализовать такой великолепный проект. Такие встречи, когда мы можем ребятам посмотреть в глаза, донести им ту информацию, которую мы хотим до них донести, а от них услышать обратную реакцию и обратное их предложение, конечно, это замечательно. И я уверена, что... Вы знаете, а кто вообще защищает нашу страну? Ведь посмотрите, армия, молодые ребята, которые приходят служить в армии, 18 лет, они сегодня защищают границы нашей Родины. А кто сегодня работает в здравоохранении, в образовании? Это та же молодежь, которая будет продолжать добрые и славные традиции, которые есть в каждой из наших стран. Старт проекта был дан на героической земле Брестской крепости. Сюда прибыли ребята и представители делегации, участниц проекта, для того, чтобы возложить цветы к вечному огню и посетить минутой молчания память павших героев. Также ребята посетят и другие мемориальные места. Буничное поле, Курган славы, Хатынь. Ночью ребята приняли участие в митинге Реквиме, а также могли понаблюдать за реконструкцией героической обороны цитадели в первый военный день. Будущее каждого государства, его детях и молодых людях. Им создавать и перенимать традиции, уроки истории и хранить память, которая жива. Сегодня мы говорим о начале Великой войны, великого народа. Война. Какое страшное слово для всех юных и стариков, тех, кто знает о войне из учебников и тех, кто пережил те страшные годы. Знали ли тогда, 22 июня 41-го, что война уже рядом? Кто-то знал, большинство нет. А ведь все было спланировано, но держалось втайне, согласно установкам главаря нацистов Гитлера и его сообщников. Вооруженная агрессия против СССР должна была стать особой войной за жизненное пространство на Востоке. В этой захватнической войне открыто делалась ставка на физическое истребление большинства советских людей. Уничтожить, стереть с лица земли – ставка на неожиданность, мгновенность. Без объявления войны они вторглись на наши земли. Первыми приняли на себя удар брестские пограничники, 17-й погранотряд. Герои, мужеством своим в бессмертие шагнувшие в Бресте в память о погибших в июне 41-го пограничниках, уже в восьмой раз проходит патриотическая акция «Боевой расчет». Порядка 50 курсантов Института пограничной службы Республики Беларусь с единым строем вышли на боевой расчет. Вышли в скорбном молчании, неся 51 портрет пограничников 41-го года, которые в это же время 82 года назад заступили на охрану государственной границе Большого государства. В 19.00 на всех погранзаставах, охраняющих рубежи нашей Родины, проводился боевой расчет. Войны-пограничники Белорусского пограничного округа, стоявшие в тот вечер в строю на боевом расчете, не могли предполагать, что для абсолютного большинства из них он будет последним. В первые минуты войны 22 июня 1941 года самый страшный удар приняли на себя именно они. В бой с немецко-фашистскими захватчиками вступили пограничные наряды. Бригадный комиссар Верещагин, заместитель по политической части начальника пограничных войск НКВД Белорусской ССР, бригадный комиссар Верещагин Фёдор Акимович, пал смертью храбрых в боях за свободу и независимость нашей Родины. Место для проведения акции у скульптурной композиции героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертии шагнувшим, выбрано не случайно. Здесь будущие пограничники не просто вспоминают о подвиге защитников Родины, заступивших ровно 82 года назад на охрану государственной границы и больше не вернувшихся домой. На Брестской земле они сполна понимают, какую цену заплатили бойцы в 1941 году за мирное будущее нашего народа. Акция «Боевой расчет», символизирующая связь поколений, проходит восьмой раз. Вспомнить по именам всех тех, кто погиб в первые дни войны, значит дать им шанс заступить на стражу рубежей, правда, не территориальных, а рубежей памяти народа и страны. Международная молодежная акция «Боевой расчет» это проект Института пограничной службы, создан специально для того, чтобы выковечить память пограничников и передавать эту память о подвиге пограничников в первые дни Великой Отечественной войны будущим поколениям. Яркий показатель то, сколько здесь молодых ребят, даже детей, наших школьников. Мы традиционно приглашаем школы, с которыми взаимодействуем, с пятого класса по десятый класс. И ребята с воодушевлением воспринимают эту поездку, принимают принять участие в нашей акции «Боевой расчет». И с года в год количество участников только растет. Герои обороны первых часов войны. Сегодня с портретов они смотрят на своих потомков. Для будущих поколений стражи рубежей являются примером самоотверженного служения своей стране, народу и выбранному делу. Эта акция назначена для того, чтобы вспомнить все тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне, именно пограничников 82 года назад. Сегодня, стоя в одном строю, мы прониклись чувствами и вспоминаем все тех, кто 82 года тому назад сражался мужественно и самоотверженно за нашу отчизну. И каждый курсант с гордостью держит портреты героев-пограничников. Ведь каждый портрет является символом верности и самоотверженности в своей стране. Лично для меня Брестская крепость на самом деле очень большое значение в моей жизни играет. Я как правнук, собственно, победителей. Моя бабушка, прапрабабушка полностью прошла, собственно, войну, дошла до Берлина, расписалась на Рейхстаге. Мой прадед погиб под Сталинградом. И для меня честь присутствовать на боевом расчете сегодня здесь, где, собственно, и началась Великая Отечественная война, где на себя приняли первый удар пограничники. Я как курсант пограничного института являюсь, собственно, и в дальнейшем буду являться продолжателем пограничных традиций проходить службу на государственной границе. Пограничные войска я выбрал, потому что, на мой взгляд, это наиболее важное направление в рамках обеспечения национальной безопасности непосредственно на границе, когда враг находится буквально в нескольких сотнях метрах от тебя. Мы первым встречаем удар. От нас зависит, как смогут дальнейшие войска реагировать, чем дольше мы сможем удерживать порученный участок, рубеж, и не дать противнику его, собственно, преодолеть. Алексей Герасимов, Фёдор Верещагин, Анатолий Горбачёв, Иван Бедин и многие другие известные и по сей день безымянные герои запечатлены, быть может, на кадрах этой военной хроники. Быть может, они, оборонявшие свою землю, рядовые лейтенанты-полковники, старшины писали на стенах Брестской крепости. Умираю, но не сдаюсь. Нынешняя акция – это знак и дань уважения нашим старшим друзьям, товарищам, нашим отцам, нашим дедам. Я говорю это не по-наслужке, потому что мой отец начинал войну 22 июня 1941 года на государственной границе в звании капитан. И недалеко от Бреста, это город Перемышль, и тогда пограничники дрались насмерть. Точно так же, как и в Брестской крепости. Герои Брестской крепости, они овеяны славой на всем пространстве бывшего Советского Союза, на пространстве Содружества и независимых государств. Поэтому сегодня на этой акции патриотической памяти присутствуют представители пограничных ведомств, государственных участников Содружества, представители учебных заведений стран Содружества. Это дает возможность нам, молодежи, передавать тот неоценимый опыт и знание, который мы получили в ходе нашей работы. К подножию скульптурной композиции будущие пограничники несут зажженные лампадки, рядом ложатся венги и цветы. И память в наших сердцах навечно. Для памяти и скорби нет временных промежутков, и потому мы склоняем головы перед памятью воинов сороковых, погибших и вечно живущих в памяти народной. 22 июня 1941 год, 4 часа утра. День летнего равноденствия, самый долгий день в году, стал началом испытаний для всех людей великой многонациональной страны. Началась Великая Отечественная война. Удар фашистов первыми приняли солдаты Брестской крепости, героические защитники цитадели над Бугом. Прошло уже 82 года с того трагического дня, но все, что произошло тогда, в первые дни войны, живо и по сей день в тревожном молчании бастионов Брестской крепости, живо в памяти наших ветеранов. 22 июня не просто дата в календаре. Это день всенародной памяти и скорби. Сегодня, спустя более 80 лет, общая трагедия 40-х по-прежнему объединяет людей. Людей разных национальностей, статуса, возраста. В подтверждение тому ежегодный митинг-реквием, который проходит в символичном для представителей разных стран месте на территории мемориального комплекса Брестская крепость-герой. 22 июня 1941 год. Эта трагическая дата вошла в историю многих государств бывшего Советского Союза, как день скорби и печали. День, когда началась Великая Отечественная война. Историки сегодня спорят о количестве погибших в эти страшные 4 года. Однако, именно эти годы научили людей радоваться любой мелочи, ценить каждый прожитый день, хранить и до конца в себе нести через время веру, надежду и любовь. 22 июня 1941 год, 4 часа утра, это самая страшная ночь. Именно тогда начался пятилетний кошмар, Великая Отечественная война с фашистской Германией. Прошли десятилетия, но мы помним каждого, а потому тысячи брещан приходят 22 июня в Брестскую крепость, чтобы склонить головы перед подвигом воинов 40-х. Первые шаги к Великой Победе были сделаны именно здесь, на священной земле Брестской крепости. Именно здесь, в предрассветной тишине мирных лет, каждый год утром 22 июня проходит митинг-реквием, на который приходят, чтобы почтить память павших люди разных возрастов, военные и гражданские, из разных городов и разных государств. День начала войны для каждого – день памяти и скорби. Приятно приехать. Вот долго не удавалось приехать на праздник. Это праздник со слезами на глазах в Брест, чтобы участвовать в 4 часа утра, когда началась война. Но вот сейчас осуществилось 86 лет. Дожили, дожили. Так что всем здоровья, счастья, радости, любви и, конечно, большого мира на земле, чтобы все жили радостно, хорошо. Последние выстрелы Великой Отечественной войны отгремели много лет назад, 22 июня навсегда осталось Днем Памяти и Скорби. Ежегодно в цитадель приезжают те, кому небезразличная история. Те, кто чтит подвиг советских солдат и хранит в своем сердце память о героическом прошлом своего народа. Светом благодарной памяти, Светом любви нашей, Светом скорби нашей Пусть озарятся имена павших. Четыре часа утра небо над пограничным Брестом разорвали вспышки оружейных залпов. Так начиналась война в 1941-м. Театрализованное действие, развернувшееся на площади церемониалов, потрясает своим эмоциональным накалом. Все кажется таким реальным. Раннее утро 22 июня 1941 года вошло в дома советских людей страшной грозой и суровой реальности вероломного нападения. Это никогда не должно повториться. Не должны звучать раскаты взрывов, не должны гибнуть дети, женщины и старики. Не должно быть войны. А для того, чтобы это не повторилось, мы должны помнить. Ведь память – основа истории любого государства. А память о героях – это долг каждого из нас, наследников солдат Победы. Мы сегодня слышали проникновенные слова одного из советских поэтов. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Это действительно нужно всем нам. Всем, кто сегодня здесь, на этой площади, в священной Брестской крепости. Всем, кто хотел бы быть с нами сегодня, в этот день памяти и скорби. Всем, кто честен и порядочно оценивает то, что должно делать гражданину Беларуси и России. Всем, кто с нами сегодня, в странах постсоветского пространства и за рубежом. Потому что историческая правда может быть только одна. И никто не имеет права на истину в противовес тем страницам и подвигам, которые дороги для нас. Не ради славы, а ради жизни на земле погибали защитники Брестской крепости, порой не сохранив для нас даже своих имен. Здесь пролег рубеж бессмертия. Здесь на Брестской земле начала коваться победа. Вспомнить каждого по имену тех, кто жизни своей не щадя шел в бой, понимая, что за спиной большая страна Родина. Сегодня каждый из тех, кто навечно остался в земле Берестейской, охраняя Отечество на века, внесен в списки героев. Подвиг солдат цитадели останется в памяти потомков на многие годы. Этот день всенародной памяти и скорби о погибших в боях наших дедах и прадедах, стариках, женщинах и детях, замученных в фашистских лагерях смерти, сожженных в своих домах, умерших в тылу от голода и лишений. Нашим современникам трудно представить, какие нечеловеческие испытания и муки пережили эти люди во время самой кровопролитной и разрушительной в истории человечества войны. Здесь, в Брестской крепости, воссоздана атмосфера тех дней, когда весь наш многонациональный народ встал на защиту своей Родины. Годы войны и оккупации наглядно показали всему человечеству истинный смысл и величайшую ценность таких понятий, как мир, безопасность, свобода, суверенитет и независимость. Сегодня мы отдаем долг памяти и глубокой признательности всем, кто принял на себя первый удар врага, кто не дожил до светлого дня победы, но верил в него, принимая неравный бой с фашистами. Вся Беларусь, уверен и многие народы, республик бывшего Советского Союза, говорят, сегодня мы помним. Памятные ленты кладутся на гранитные плиты, возлагаются цветы к вечному огню. Молчаливая мы помним, и память эту не перекроить. Кто-то преодолевает тысячи километров для того, чтобы склонить голову у вечного огня и вспомнить тех, кто здесь в стенах крепости начал ковать большую и такую долгожданную победу. Кто-то, несмотря на столь ранний час, приходит сюда, чтобы вспомнить товарищей, потерянных в годы Великой Отечественной войны. Кто-то ведет в крепость своих детей, внуков, правнуков, чтобы рассказать им, какой ценой достался нашей стране мир. Раз в жизни надо побывать здесь, для того, чтобы понять, наверное, те ужасы, которые здесь происходили. Мы сегодня приехали в большой делегации ветеранов, 55 человек с Ленинградской области. Разные ветераны всех категорий. Есть и блокадники, есть и узники, и труженики тыла, понятно, и ветераны боевых действий. Но вот даже было сейчас несколько секунд спросить у них их эмоции. Они, говорит, зашкаливают. Ну, потому что это действительно то место, наверное, где не хочется много говорить, а хочется просто постоять и о чем-то подумать. Эмоции, как сказать, переполняют сердце мое. Боль, сострадание, любовь и память. А память невозможна, память она генетическая. Поэтому генетика – это все, что есть у человека. Поэтому встает все у тебя перед твоими глазами. Поэтому впечатление очень сильное, мощное. И для меня это вообще очень большой день. У меня мой дедушка Борис Николай Кириллович, он брал у меня Берлин. Он дошел до Эльбы. Он был в первой роте, первая конная дивизия под маршалом Жуковым. Поэтому, под руководством маршала Жукова. Поэтому для меня это, прежде всего, память. Путь проделан большой, более тысячи километров. Мы уже в третий раз собираем мотопробег в рубеже Победы, который организовывается силами российских представителей мотоклуба «Ночной волки» и белорусских. Для нас 22 июня – не менее важный день, чем 9 мая. Это день памяти и скорби. И, конечно же, в сердце каждого из нас он откликается одновременно и горесть, и одновременно радость, что мы можем жить. И те люди, которые положили свои души, дали нам эту возможность приходить сюда каждый год. Мы приехали для того, чтобы в этот замечательный памятный день, чтобы дети знали историю нашу, чтобы они помнили, когда началась война. Ну и, естественно, ценили то, что было завоевано таким тяжелым трудом и силой наших соочистников, которые отдали свою жизнь, чтобы ради вот этого мирного неба над головой. Главный урок войны «Научиться ценить мир» был получен слишком дорогой ценой. И львиную долю этой цены заплатили своей кровью известные и безымянные герои Брестской крепости. Памяти павших мы будем достойны. Одно из самых эмоциональных массовых мероприятий не только Дня всенародной памяти – 22 июня, но, пожалуй, и всего года – реконструкция начала Великой Отечественной войны и обороны Брестской крепости. Тысячи людей, десятки телекамер, все внимание приковано к трагическим событиям, которые на протяжении часа разворачиваются там, где происходили 82 года назад, в цитадели города над Бугом. 21 июня 1941 года. Брестская крепость. Здесь живут согласно распорядку более 9 тысяч военных и их семей. Состав подразделений гарнизона много национальный из разных республик огромной страны. Обычный субботний день. Жизнь идет своим чередом, привычные хлопоты. Одни убывают, другие прибывают к месту службы. Занятия по боевой и строевой подготовке, возня детворы. А вечером, после насыщенного дня, танцы и неспешные прогулки. Но пора на отдых. Завтра воскресенье. Наступает ночь, все стихает, крепость погружается в сон. Эта самая короткая ночь в году изменила ход истории и стала точкой невозврата. Люди заснули в мирное время, а проснулись под грохот взрывов и вой снарядов. Началась война. Воздух наполняется едким дымом. Плавится земля. Повсюду стоны раненых и тела убитых. Свист осколков и пулеметные очереди. Люди пытаются найти укрытие. Тем, кто уцелел в этом огненном аду, нужно не просто выжить, а дать отпор врагу. Фашистам, которые напали внезапно и подло на рассвете. Так начинается один из первых и самых драматичных эпизодов Великой Отечественной войны. История героической обороны Брестской крепости, защитники которой солдаты и офицеры более 30 национальностей, сопротивлялись около месяца противнику, который при десятикратном преимуществе рассчитывал взять объект за пару часов. Всё это легло в основу исторической реконструкции, которую ежегодно проводят на месте событий. Это наша боль, память и, наверное, гордость. Потому что то, что мы сегодня видим, это должно жить в памяти нас, чтобы это никогда не повторилось в жизни. И мирное небо – это самое дорогое то, что осталось после Великой Отечественной войны. Лица, звуки, события – всё цепляет за живое. Многие из тех, кто пришли как зрители, не думали, что будет настолько страшно и больно на это смотреть. Мороз по коже и слёзы на глазах. Очень реалистично, особенно начало. Страшно. Люди столько пережили, особенно в первые минуты войны. Это дорого стоит, конечно. Это нужно посмотреть, особенно поколению подрастающему. Ну и нам тоже. Лишний раз не помешает. Реконструкция даёт понять, как всё это происходило, поучаствовать в этом процессе, почувствовать, как чувствовали те люди. Задушу задевает. Слёзы на глазах – это тяжело говорить и произносить. Те, кто воссоздают в это утро в деталях, образах и лицах трагические события, которые происходили 82 года назад, тоже находятся под большим впечатлением. Я чувствую прям, мне вот прям скорблю под то, как люди тогда это переживали. Вообще волнительно, прям эмоции. Я не знаю, как они тогда могли это пережить и что с ними тогда было. Очень тронуло. Было довольно-таки тяжело. То есть, когда не попробуешь, ты этого не узнаешь. Очень страшно. Мы вот просто представили, как это было на самом деле. И всё, у нас просто слёзы. Мы уже просто не представляем, как они бежали на самом деле. Это очень страшно. В этом году непосредственными участниками действия стали представители 50 реконструкторских клубов и любители из Белоруссии, России, Эстонии, Латвии, Литвы и Японии. Мы участвовали во всех. Сегодня 12 реконструкций. Мы приезжаем каждый год. И ребята считают, я считаю, что должна быть память. На мне форма и на детях форма стрелковых войск РКР. Я подполковник. Вот три шпалы и эмблемы стрелковых войск. То же самое у ребят. И оружие у нас настоящее тех лет. Эмоций очень много. Даже слёзы на глазах и дрожь по коже идёт. Потому что, когда ты находишься рядом с теми людьми, которые страдали в далёкое время, ну, конечно, тяжело. Но кто-то должен показать миру, как это было. Работаем мы на технике, которая... Это реплика на БМВР-71. У нас две таких единицы. И плюс ещё есть одиночка офицерские БМВР. Собрано всё по всему миру. Запчасти найти очень тяжело. Собирали как могли. Это ещё раз показывает о том, что мы досконально знаем, ну, наверное, те события, которые были. И мы пытаемся их, так сказать, показать всем людям. Прежде всего, молодёжям. Потому что основная наша задача – это патриотическое воспитание молодёжи. Смотрите, сколько детей, сколько учащихся, кадетов присутствует постоянно, интересуется. Поэтому это очень радует, что мы не забываем подвиги наших родителей, отцов, прадедов. Вот и закончилась часовая реконструкция в Брестской крепости. Конечно, это воссоздание событий начала войны. Но главное, что после окончания мероприятия люди уносят в своём сердце неподдельные эмоции и осознание того, что такое война, и что она никогда не должна повториться. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, телекомпания Бук-ТВ. Этот материал завершает специальный выпуск программы «Букинформ», посвященной 82-летию начала Великой Отечественной войны. Всё дальше уходят в историю её сражений и герои, всё меньше остаётся людей, которые прошли через ужасы и потрясения одной большой войны, которые были её участниками и живыми свидетелями. Но белорусский народ всегда будет помнить о тех, кто отдал свои жизни за нашу мирную жизнь. А я, Виталий Матюшин, прощаюсь с вами. Мира и добра вам и вашим семьям. Редактор субтитров А.Сёмкин